Добрый день, меня хорошо слышно. Так, ну да, действительно, на самом деле я в Википедию пришел еще в 2006 году, и в основном в русской Википедии я известен как такой постоянный редактор статей, связанных с футболом, с южноамериканским в основном, ну также еще музыку, про музыку пишу. Но мне всегда нравилось заниматься какими-то этнографическими делами. Ну вообще, собственно говоря, я в МГУ учился, в аспирантуре, на географическом факультете, да и вообще по образованию специалист по сервису и туризму, поэтому мне как-то вот нравится география, страноведение, народы и так далее и тому подобное. Да и родился я в Алма-Ате, такой бывшей столице Казахстана, вот, то есть с самого рождения, можно сказать, окружен был многонациональной такой средой. Поэтому где-то уже лет 10 назад, как я стал активно помогать развиваться языковым разделом Википедии, тем разделом Википедии, который относится к государственным языкам народов России. Как известно, Россия это многонациональное государство, и в Конституции у нас прописано то, что это задача государства, помогать и развиваться, собственно, региональным всем языкам. Это, мне кажется, помогает делу по сплочению нашего общества, нашей страны, а если этим не будет заниматься, так скажем, патриотическое сообщество, то этим будут неизменно заниматься какие-то наши недоброжелатели. Вот такой вот у меня, собственно, модус операнди. На самом деле сейчас, на данный момент, я действительно администратор трех языковых разделов. Это Лесгинская, Алтайская и Лакская Википедия. В последних двух это на временном основании, так скажем. А еще я был раньше администратором в Башкирской и Бурятской Википедиях. Ну, потом сложил полномочия. Тем более, что, например, в Бурятской Википедии, когда я был администратором, пришел носитель языка, я благополучно, так сказать, сделал свое дело. Мавр сделал свое дело, и Мавр ушел. Ну, собственно говоря, Павел уже сказал о том, что уже это не первая лекция, которая посвящена Википедии. И в предыдущих лекциях, безусловно, вам предыдущие докладчики хорошо осветили такую тему, связанную с тем, что такое Википедия, что такое Википедия, чем это отличается, что такое движение Википедии. Ну, я тоже это вкратце освещу, но не буду на этом сильно подробно останавливаться. Википедия была основана 15 января 2001 года, и в этом году мы отмечали ее 20-летие. А русский раздел открылся в 2002 году, то есть скоро мы будем отмечать 20-летие русской Википедии. Дальше с 2003 года пошел такой вал открытий разделов на языках народов России. Первая была татарская Википедия, и дальше с 2004 года уже пошли башкирская, чувашская и так далее. Что такое Вики? Вики — это на самом деле движок, и первоначальная Википедия располагалась на совсем другом сайте. Движок не позволял массово работать со статьями, и потом в определенный момент один из основателей Википедии Ларис Энгер предложил использовать Вики-движок, который позволяет хранить в истории все правки, в случае чего, если будет какой-то вандализм, откатывать предыдущие версии все какие-то неугодные правки. И вот после того, как Википедия перешла на этот самый Вики-движок, проект очень хорошо начал развиваться, очень бомбный. И как известно, сейчас, если мы делаем запрос в Яндексе или в Гугле, то, как правило, в первых местах поисковой выдачи вы увидите, скорее всего, статью из Википедии. Но что же делать с языками народов России? Да, допустим, мы же, понятное дело, в первую очередь будем видеть статьи, которые связаны, например, ну, вернее, написаны на русском языке, если у нас, например, браузер или интернет-система, операционная система русскоязычная. Но есть какие-то определенные настройки, можно искать, например, по определенной Википедии, там, башкирской, татарской. Есть слова, которые присутствуют только в определенном языке, то есть соответствующая графика. И постепенно в этот процесс, процесс популяризации Википедии как-то так был вовлечен Google, и так получилось, что вот Google и движок Вики, они хорошо взаимодействуют друг с другом, и что бы мы ни написали, как бы мы статью ни написали, уже на следующий день, как правило, статья уже будет находиться в топе поисковой выдачи. И таким образом, у нас же есть множество языковых активистов, которые переводят, например, какой-нибудь осетинский, лесгинский языки, башкирский интерфейс, например, ВКонтакте, Одноклассников, соцсети, прочие телеграммы. Они это все переводят, а потом у них проект заканчивается, они все сделали, а что дальше делать? Дальше вот люди приходят в соцсеть, у них есть вот эти все настройки на родном языке, а дальше что? Дальше они общаются друг с другом. Кто-то общается по-русски, кто-то общается на своем родном языке. Но мы уже понимаем, что в современную эпоху, в цифровую эпоху, если твой язык присутствует в интернете, значит, он действительно существует, а если его нет, значит, уже большая проблема. Есть языки, которые изначально всегда были, не имели письменной формы, и в этом плане им, наверное, ничего особо не угрожает. А вот есть языки, у которых есть письменная форма, и людям хотелось бы почитать какие-то энциклопедические статьи, не знаю, про Марс, про Юпитер, про Землю, про Солнце, про футбол, про любимую музыкальную группу именно на своем родном языке. А что это? Это писать что? Вконтакте там писать? И твой пост через неделю уже никто не будет видеть? Нет. В этом плане наиболее удобный инструмент – это Википедия. Ты создаешь эту статью и знаешь, что эта статья никуда не денется. Более того, она будет в поисковых запросах выводиться на первые места. То есть это не какой-то там, не знаю, сайт на народ.ру, который никто не знает, никто не индексирует, да? Ну, кроме твоих знакомых, может быть, разве что, если ты там непосредственно ссылку дашь. А Википедия – это международный проект. Там на данный момент более 300 разделов. И что самое интересное, десятая часть, то есть 30 штук примерно, да, это в зависимости от того, какой раздел считать, не считать российским. Ну, примерно, да, одна десятая часть всех языковых разделов Википедии – это языки народов России. И в этом плане, можно сказать, нам, россиянам, дается, россиянам, вне зависимости от этнической принадлежности, дается отличнейший инструмент для того, чтобы сохранять свой язык и развивать его. Потому что мы понимаем, что многие какие-то мероприятия, связанные с языковым активизмом, зачастую связаны, ну, может быть, там давайте выпустим какой-нибудь сборник сказок, сборник пословиц, поговорок и все. Может быть, проведем какой-нибудь театральный фестиваль на своем, каком-нибудь, не знаю, марийском языке. У меня, кстати, был в театре «Ешкар-оле» и смотрел представление на марийском языке. Было интересно весьма, с наушниками перевод. А дальше что? А дальше почему? Каждый язык имеет право развиваться, и Википедия, когда ты начинаешь писать статью про какой-нибудь, не знаю, полупроводники на родном каком-нибудь, не знаю, эрозианском языке, то неизбежно ты начинаешь уже более сильно погружаться в эту тематику. Может быть, даже начинаешь советоваться с какими-то людьми, которые в этом больше, более профессионально подкованы, да? И таким образом пополняется база твоего языка вот этой самой какой-то интересной, уникальной лексикой. И Википедия, она не призвана для того, чтобы развивать язык. Вообще-то Википедия – это, как вы знаете, как из предыдущих лекций, как вы все могли узнать, она вообще-то закрепляет какие-то определенные знания. Если есть какие-то взгляды на одну проблему с разных точек зрения, то, соответственно, нужно предоставить ссылку на авторитетный источник, предоставить то и все, и тогда, да, ты закрепляешь. Но в языках, в разделах на языках народов России вот есть еще и такой аспект, когда просто не существует каких-то определенных терминов и слов. И когда ты пишешь какую-то, вот, не знаю, статью, связанную с наукой, например, из какой-то, не знаю, с поп-культурой, например, то неизбежно Википедия в данном случае, хотя, я говорю, нет такой функции у нее, но она становится в том числе и локомотивом развития твоего языка, развития лексики. Потом, возможно, какие-то ученые из какого-нибудь, не знаю, Тагестанского государственного университета посмотрят вот эти статьи и скажут, ну да, нет у нас в языковом корпусе таких слов. А вот тут вот авторы из Википедии придумали такую статью интересную, написали, и литературная норма соблюдена, а почему бы тогда нам не добавить вот эти слова в наш корпус. Часто спрашивают, вот смотрите, у нас власти могут закрыть Википедию, в Турции закрыли, например, несколько лет она была там забанена, ну, правда, в 2020 году ее все-таки разбанили. И вот в Китае там есть свои даже две энциклопедии электронных запрещают там Википедию из-за того, что там события на площади знаменитые, не хотят показывать людям. Но по факту никаких запретов никто никогда даже не намекал. Естественно, есть у государства определенный запрос на то, чтобы создавать свою национальную энциклопедию. Я даже был причастен к созданию двух энциклопедий, новой российской энциклопедии, например, писал там статьи определенные. Но Википедия – это же добровольческий проект, волонтерский, и никто не собирается ее банить. Даже более того, вот я как член Викимедиа.ру знаю, что уже несколько лет подряд нам выдают специальные гранты от Фонда президентских грантов на проведение конкурсов. Вот в частности вот этот самый конкурс, выпускники, наставники, которые мы уже года, наверное, три или четыре проводим, постоянно в этих конкурсах присутствует специальная номинация, вот одна номинация на русском языке, русской Википедии, вторая номинация на языках народов России, и третья номинация – новички, и там уже можешь писать хоть на русском, хоть на татарском, хоть на лезгинском, на каком угодно, ну, новички Википедии. И в этом плане получается, что тут государство, тот же самый Фонд президентских грантов, не смотрит на то, что там, вот смотрите, какая-то там одна из, или две из миллиона семиста тысяч статей в русской Википедии, что-то там им как-то не понравилось. Вот, они смотрят на полезность, того или иного проекта, и в данном случае мы вот эти конкурсы проводим, выпускники и наставники, о создании статей о выпускниках и наставниках определенных вузов. Например, мы едем куда-нибудь в Грозный и рассказываем студентам и преподавателям Чеченского государственного университета о том, что, вот смотрите, у вас есть выдающиеся выпускники, выдающиеся наставники какие-нибудь, а про них нет статьи в Википедии. А, между прочим, в одном из стандартов, рейтингов вузов, российских стандартов прописано, что рейтинг того или иного вуза повышается, ну, в том числе, это один из критериев, в зависимости от того, сколько статей есть в Википедии про преподавателей этого вуза. И это тоже является определенным таким дополнительным стимулом. Поэтому государство, даже вот такими косвенными признаками, оно вовсе не собирается закрывать Википедию. И это просто, как мне кажется, зачастую такая шумиха со стороны СМИ. Более того, есть и другие проекты, которые мы реализовываем совместно с государством. Например, «Открытая библиотека», «Общественное достояние». Тоже с фондом «Резидентский грант» мы это организовываем. Это, допустим, те произведения, которые уже перешли в «Общественное достояние». Мы создали специальный сайт. Можно загружать эти произведения как на сайты библиотек, так и в Викитеку специально, такой один из братских проектов Википедии, так и на этот вот сайт «Открытые библиотеки». И даже если там, не знаю, сервер сгорит у этой библиотеки, то все равно все ее собрания сохранятся на одной из других вот этих площадок, таких вот всемирных, да, уже в данном случае. Сайт при президенте Российской Федерации по правам человека СПЧ даже в своих рекомендациях отметил, что башкирская Википедия, она рекомендуется в качестве инструмента по развитию, сохранению башкирского языка. Так что у нас таких проектов много. Мы в том числе, например, на протяжении многих лет работали с Государственной Думой, с тем, чтобы было принято изменение законодательства Российской Федерации. Раньше, например, ты ходил с фотоаппаратом и фотографировал какие-то памятники, например, дом определенный. В этом доме Владимир Ильич Ленин там прочитал какую-нибудь свою речь. Мы не могли этот дом фотографировать, потому что, не знаю, не прошло определенное количество лет, и он охраняется авторским правом. Ну, чушь же, чушь. И в итоге, несколько лет назад было внесено изменение в гражданский кодекс, и теперь мы такие дома можем фотографировать и заливать на викисклад. Викисклад — это собрание, свободное, крупнейшее в мире, и свободное собрание изображений, файлов, медиатека, так скажем. И вот здесь вот мы видим, вот есть фонд Wikimedia в центре, и он поддерживает серверы, серверы, на которых функционирует, естественно, главный проект Википедия и целая куча ее братских проектов. Например, Вики-учебник, Мета-Вики, где происходит взаимодействие между различными участниками проекта Wikimedia. Вики-цитатник, ну, тут все понятно, да, Вики-виды — сугубо такой для биологов проект. Медиа-Вики — это развивается, где движок. Кстати, каждый может скачать этот движок и установить на своем сайте и сделать свою собственную энциклопедию. Вот, например, у меня есть свой Вики-сайт, посвященный рубайскому футболу. Он функционирует на том же движке, что и Википедия. Абсолютно бесплатно. Вики-инкубатор — здесь взращиваются новые проекты, Вики-проекты, да, но в основном в том числе и Википедии. В частности, в 2020 году, но я потом про это расскажу, я помог открыться Алтайской Википедии. Вики-данные — это такой проект, запущенный Wikimedia Deutschland, Wikimedia Germany, и там, собственно, собираются данные про все сущности, которые есть, там уже больше 100 миллионов сущностей. Например, там, человек, вернее, Владимир Путин, например, да, кто, что это такое. И к нему математически привязываются сущности. Человек, мужской пол, националист русский, владеет русским, немецким, английским языками. Какие должности занимал, когда работал, когда родился, дата рождения, где родился и так далее. И таким образом выстраивается такая математическая структура в табличном виде. И в том числе эти Вики-данные сейчас активно применяются к Google. Вы, наверное, часто замечали, когда вбивали в запрос какое-то слово, и вам выдается такая карточка справа. Это, собственно, в основном за счет Вики-данных делается. Вики-гид. Ну, тут понятно, Вики-гид делаются, и путеводители по разным странам, и еще они делают полезные функции. Собрали все памятники российского значения, разбили это по субъектам Российской Федерации, и по этим табличкам очень удобно ходить, смотреть, вот у какого памятника есть фотографии, у кого нет. И мы заходим тогда на Вики-склад, заливаем туда изображение, которое мы сами сфотографировали, и отмечаем в табличку, вот это вот вносим, это изображение, и все постепенно, постепенно, цифровая, так скажем, рейтинг региона увеличивается, и все больше изображений свободных памятников увеличивается. Вики-верситет. Ну, он не очень популярный проект, но, понятное дело, что здесь такие вот курсы разрабатываются. Дальше Вики-словарь, но это сугубо такой словарь, если статья, ну, невозможно ее развить до уровня нормальной энциклопедической статьи, то можно ее поместить в Вики-словарь. Ну, и, собственно, там тоже сущность слова, этимология и так далее. Вики-новости тут все понятно, тут не энциклопедические статьи, а именно новости освещаются. Вики-тека, это как библиотека, да, собрание произведений, на которых истекли авторские права. И Вики-склад, про него я уже сказал, это крупнейшее в мире собрание файлов. Дальше. Вот видите, напомню, что вот Вики-медиа – это главная организация, в которой в Санкт-Франциско находится. Я член Вики-медиа.ру. Это, так скажем, региональная организация, которая действует по законодательству той страны, где она зарегистрирована. Я уже упоминал Вики-медиа Дойчланд, вот мы, Вики-медиа Россия, есть таких 30 всего, а, нет, около 40 штук в мире, которые, собственно, на юридическом уровне оформлены, и они являются членами движения, как бы типа филиалами, но, на самом деле, это не в чистом виде филиала, потому что мы, как бы, от этого фонда Вики-медиа, кроме логотипа и, там, возможности использовать название Вики-медиа, никак не зависим. То есть они нам никаких этих самых указаний не могут давать. Есть еще третий уровень членства в Вики-медиа, в этом самом движении Вики-медиа – это юзер-группы или группа участников. Про них я, наверное, потом тоже скажу, но, в том числе, эти группы участники у нас в России, в первую очередь, они сделаны по языковому принципу, но и по географическому тоже. Вот я, например, создал группу участников-википедистов Северного Кавказа. То есть, в принципе, у нас тем же самым жителям Ставропольского и Краснодарского краев тоже не запрещено активно принимать участие в нашем движении, а они же, как правило, большинство населения там русскоязычное, да. Вот. Но, в первую очередь, конечно же, у нас идет уклон в развитие Википедии на языках Северного Кавказа. В данном случае на карте показаны все, так скажем, картографические анализы, произведенные. Можно на три условных кластера поделить Википедии этих наших 30 штук. Понятное дело, что мы все понимаем, что на территории всей России русский язык является официальным государственным, но в каждом регионе может быть еще и дополнительный государственный язык. В данном случае, если поделить, говорю, опять-таки, на кластеру, то это юг России, крымско-татарская, дегейская, понтийская Википедия. Понтийский – это, можно сказать, диалект греческого языка. Карачаево-балкарская, кабардино-черкесская Википедия, осетинская, ингушская, чеченская и калмыцкая Википедия. И в Дагестане у нас есть три автохтонных языка. Понятное дело, что к языкам Дагестана также относятся азербайджанский и чеченский, но автохтонные – это аварский, лакский и лизгинский. Дальше это у нас по Волжье и северная часть России. Это, например, республики Карелия. Это единственная республика, в которой нет своего государственного языка регионального в качестве официального, но каждый район, например, может устанавливать свой язык. И таким статусом обладает, в частности, финский, собственно, карельский, ливвиковский, людовиковский диалекты карельского языка. И вот один из этих диалектов, именно ливвиковский, который здесь «оло» обозначен, от слова «оло-нец», имеет свою собственную Википедию. Так же, как и вепский. В одном из районов Вологодской области вепский тоже носит статус регионального, и поэтому, вот видите, здесь вот у нас эти два региона обозначены, как имеющие свои разделы Википедии. Светло-салатовый – это один раздел Википедии, зеленый цвет – это два раздела. И в Дагестан у нас, видите, таким розовеньким, таким обозначенным, какой-то оранжевый скорее, да. Дальше – республика Коми. Коми-Зарянская Википедия, Пермский край. Там есть Пермский округ, в котором говорят на Коми-Пермятском языке. И, в принципе, я проводил в этом году там семинар в Кудымкаре. Это, можно сказать, столица бывшего Коми-Пермятского автономного округа. И, как я понял, они с Коми-Зарянами абсолютно взаимопонимаемы. Там немножечко просто письменная норма и какие-то определенные диалектизмы присутствуют. Но почти это один язык, можно сказать. Но все равно, как бы, есть различия. Дальше – удмуртский язык, собственно, республика Удмуртия. Дальше – республика Марии-Эл. Это горномарийский и просто марийский или луговомарийский. И, наконец, последние два языка, которые относятся к финно-угорской языковой семье – это Мордовия, соответственно, ирзянский и макшанский языки. И такая череда из трех республик – это Чувашия, Татарстан и Башкортостан со своими соответствующими языками – чувашским, татарским и башкирским. И, наконец, языки народов Сибири и Дальнего Востока. Тут особняком у нас стоит еврейская автономная область, где, понятное дело, что идиш признан одним из официальных языков, но там уж очень небольшое количество носителей. И по опыту я знаю, что Википедию на Идише развивает в основном граждане других государств, именно американцы и израильтяне. Но формально Идиш тоже считается одним из языков народов России. И, наконец, четыре Википедии, четыре республики, которые более активно вовлечены в российское викидвижение. Это, естественно, главный локомотив – это Якутский, Саха-Википедия. Бурятский – тоже очень древняя Википедия, которая переживала разные времена. Я там был администратором одно время, именно в то время, когда ее хотели закрыть из-за неактивности. Но мне удалось все-таки отбить атаки различных вандалов и дождаться того момента, когда придет администратор, именно носитель языка. И он очень хорошо развил за последующие годы свой раздел. Тувинская Википедия – очень активная. В 2013 году она открылась, но я про это тоже дальше скажу. И алтайская Википедия, которая открылась 23 февраля 2021 года. Сейчас более подробно. Вот эта табличка, собственно говоря, где приведены все языки, которые обладают своей Википедией российской. Причем обратите внимание, как здесь произведена сортировка. Не по количеству статей, но тут понятное дело, что вне конкуренции русская Википедия. На втором месте по числу статей чеченская. В этом году, за последние два года очень серьезно поднялась татарская. В основном благодаря ботозаливкам. Ну и в чеченской Википедии, надо сказать, тоже очень много ботов используют. То есть это делают с помощью программ заготовку статьи, потом изменяют определенные параметры. И очень много сразу за один раз закачивают различных статей. Например, районы Аргентины все раз закачали, и все, и довольны. В этом плане надо отметить, что многие, ну не многие, но какие-то люди считают, что что они там живут, где-то там непонятно, в селах у себя. А вот извините, парень Умар, который живет действительно в селе в Дагестане, он создал больше 400 тысяч статей с помощью этих ботозаливок. Это же нужно обладать языком программирования, это нужно делать специальные там программы. Более того, в веке движения существует большой, ну как бы такой разговор, а как вот эти вот есть ботов статьи в Арайской, Сибуанской Википедии, например, да, которые совершенно никакого качества, никто их не читает, они отвратительные, там никаких ссылок нет. А он учел все эти замечания, и вот те статьи, которые он вот с помощью ботов создает свои, они в принципе обладают, ну вернее так, они создаются с учетом всех вот этих замечаний. Там всегда присутствуют две-три ссылки, например, всегда присутствует карточка красивая, то есть статья такая, когда заходишь, ну, ничем таким она не отличается от того, что можно увидеть в других каких-то малоактивных разделах, например, в Википедии, которые создавали ручками живые люди, да, а он это делает, это самое, массово, сотнями и тысячами заливает. Так что, помимо прочего, помимо лингвистического составляющего, Википедия, она еще и дает возможность прокачивать свои навыки каким-то, не знаю, даже, ну, скажем, студентам технических вузов, да, вот, они разбираются в новом вики-движке, вот в этом кодировке. Ну, знаете, есть HTML, например, там, PHP и прочие там языки программирования, но тут не язык программирования, тут язык, скорее, вики-разметки, который приближен к пользователю, более-таки удобен для восприятия, но для ботоводов это тоже открывает определенных ботоводов, да, в кавычках скажем, определенные возможности для реализации. Конечно же, нужно все это согласовать с сообществом, когда производится массовая заливка таких статей, многим это не нравится, но в чеченской Википедии есть консенсус по периодической заливке таких ботов-статей, и там особо проблем нет. Хотя я у Мара всегда предупреждаю, ты особо не увлекайся. Ну, благо в чеченской Википедии есть и участники, которые создают ручками вживую отличные, красивые, качественные статьи. Так что они могут себе это позволить. Это следующая табличка. На самом деле она устарела, как видите, здесь дата мая 2020 года, но тоже представление можно определенное получить. Это разделы, взращиваемые в инкубаторе Вики-Медиа. То есть здесь их порядка 40 штук, на самом деле их еще больше, просто некоторые не включил, где просто отсутствует хотя бы одна какая-нибудь нормальная статья. Могу сразу отметить, если возраститься к нашей карте, что все республики Российской Федерации, за исключением одной, с 2021 года обладает своей Википедией. Одно исключение – это Хакасская Википедия. Я уже начал связываться с хакасским сообществом и начал уже их пинать, сказать, ну, смотрите, все республики уже обладают своей Википедией, а у вас нет. Так что пора оживляться. Вот как раз хакасская одна, вот она здесь присутствует, несмотря на то, что у них уже почти полторы тысячи статей, но это тема отдельной лекции, как взращивать свой проект в инкубаторе, нужно немножечко другими путями это делать. И, скажем, там, адыгейская Википедия, например, у нее до сих пор сейчас 448 статей, а она уже своя Википедия, потому что нужно сначала перевести весь интерфейс, показать свою активность перед языковым комитетом, и тогда ее открывают, а на количество статей никто там не смотрит. Дальше уже непосредственно давайте проведем анализ того, какие у нас языковые разделы есть. Просто вот на примере, например, Северного Кавказа, мы видим здесь вот разбитие идет по регионам Северного Кавказа, красненьким отмечены те разделы, у которых уже есть своя Википедия, полужирным тоже, например, у езидов, курдов, цыган есть своя Википедия, но у них нет своих стран. Дальше есть зелененьким, я отметил, те Википедии, у которых есть свое, так скажем, независимое государство, член ООН, ну это армяне, украинцы, турки, азербайджанцы, да. И голубеньким те языки, у которых есть своя Википедия, но в инкубаторе, то есть это не полноценная Википедия. И мы видим, что у даргинцев, у мыков огромное количество народов Дагестана до сих пор еще есть над чем работать. А вот у андийцев и бештинцев, например, у них даже инкубатора нет. И вот проводя такие анализы, можно сразу понять, с какими народами нужно, с общественностью, с активистами работать и говорить, смотрите, у вас есть такие возможности. Ведь каждый раз, когда мы создаем какую-то новую Википедию или хотя бы начинаем взращивать ее в инкубаторе, у нас возникают неизбежно какие-то проблемы, например, в Дагестане и вообще в нахско-дагестанских языках, да, и в некоторых, скажем там, в западно-кавказских языках, те же самые адыгские, да, есть такая буква палочка. Вот, эта палочка, она с виду как буква Ай латинская, ну, это английская, например, да, или как И кириллическая, которая используется в украинском и в белорусском языках. Но это у нее совершенно другой код из, вот, ИСО-код у нее. И часто чеченцы, скажем, заменяют это на циферку 1, вот, и идет какой-нибудь текст, а там раз единичка по серединке. Это смотрится отвратительно, и в Википедии, поскольку мы блюдем языковые нормы, мы внедрили специальный викификатор. Можешь писать как угодно, палочку ставить, либо латинскую Ай, либо маленькую букву Эль, латинскую Эль. Вот, нажимаешь на эту кнопочку викификатор, и у тебя весь текст полностью викифицируется. Более того, там делаются специально вот эти кавычки-елочки, длинные тире, в общем, все по ГОСТу производится. И еще вот в кавказской википедиях мы внедрили еще и палочкафикацию, как я это называю. Вот, скажем, например, Дагестан, да, вот практически у всех вот этих языков есть вот эта палочка. Но википедий все еще очень мало, три штуки. Аварская, лакская и лесбинская. Но работы, как видите, огромное количество. Есть особенно вот это в аваро-андоцесских языках, прям даже районы или даже целые села. Вот, например, село, и больше даже соседи их не понимают, да. Такие вот языки, ну, это связано, естественно, с рельефом местности. Ну, вот, Дагестан у нас рекордсмен такой по количеству языков. Но википедии всего три штуки, хотя это все равно рекорд для российских языков. Чеченская википедия, ну, я и писал статьи, рассказывал про это зачастую. Она где-то в конце 2000-х годов пережила большой кризис. Туда пришли сепаратисты, стали писать статьи, в которых оскорблялись политические деятели, где там вывышен флаг Тичкерри и так далее. В общем, она стала таким синонимом не энциклопедической точки зрения, так скажем так. И в 2012-13 годах мы сумели все-таки их выкинуть оттуда, добились от глобального бана от стюардов, доказав то, что они нарушают правила википедии. То есть мы даже там на политику особо не уповали, а именно вот непосредственно конкретные нарушения там. Угроза участника, вот скажем, вот как раз Умар, это Хергеран, ему угрожали, его семье, что мы тебя найдем и так далее. Но вот эти все сепаратисты, они в Бельгии живут, ну, понятное дело, да. И после этого, как видите, просто взрыв произошел в развитии чеченской википедии. Сейчас там уже больше 400 тысяч статей. Чеченские участники стали активно увлекаться в международные всероссийские конкурсы, которые проводит Wikimedia.ru. И у них, конечно, самая главная звезда, это Союз Исарбиев, учитель географии в Чеченской республике. Вот он, скажем, в 2017 году делал доклад в Москве про развитие чеченской википедии. Осетинская википедия, она долгое время была таким супер-паровозом и локомотивом на Кавказе. Вот это Вячеслав Иванов, ее, можно сказать, основатель, лингвист, он живет в Санкт-Петербурге, но он вырос в Владикавказе. Специалист по эсперанто, ну и, собственно, сколько языков он знает, мне просто очень сложно перечислить. Я считал как-то, мы с ним это самое, в одной конференции там участвовали, ну где-то с десяток, я думаю, да, на которых он может свободно общаться. Это я там могу, конечно, там текст мне по-лизгински дашь, я могу худо-бедно перевести, но так-то, понятное дело, что я в основном свободно по-английски, но еще могу что-то там по-испански, португальски и немецки сказать. А он свободно общается примерно с десяток языков, да. В том числе он интервью дает на осетинских каналах, да, прямо на осетинском. Вот это участник Амикецу, но в осетинской википедии есть Тааму. Причем Амикецу нашел его, Вячеслав Иванов нашел его в русской википедии, где Тааму там развивал статьи, связанные с Северной Осетией, и Вячеслав намекнул, смотри, вообще-то есть еще осетинская википедия. Ну и Тааму вдохновился и с тех пор вышел на первое место с огромным отрывом в осетинской википедии по количеству правок. Дальше Ярослав Блантер, ну это участник, который многим разделам помогает, он, как правило, делает избранные изображения на заглавной странице, ну и есть другие участники. В том числе после организации мной северокавказской группы участников, Вячеслав стал активно организовывать, ну и он до того тоже организовывал, но вовлекся тоже как-то в это движение, тем более, что мы с ним контактные лица для фонда википедии, и в частности он там форумы всякие проводит, схожие с нашей сегодняшней тематикой. Ну, как видим, среднее количество статей, создаваемых в осетинской википедии, оно колеблется на уровне 500-600, но были и лучшие времена, где за год там больше 2000 статей создавались. Но, в принципе, более-менее в хорошем состоянии осетинской википедии сейчас находится, и периодически к ним приходят очень хорошие новички, и меня это радует. В отличие от Лизгинской википедии, которая стартовала очень мощно в 2012 году, и в конце марта 2022 года мы отмечаем десятилетие, как раз с 2012 года я стал администратором, вот я с Old Train, я уже сравнялся почти что с самым активным участником, Аслава Нахасиева по количеству правок, но я не носитель языка, я могу что-то там генерировать, тем более почти 10 лет изучаю этот язык, но я не носитель языка, лучше, когда, конечно же, носители языка, как Михрави, Мугерханец создают статьи, но, к сожалению, в последнее время они какие-то у них дела, и нам нужны новые носители языка, я стараюсь работать в этом направлении. В Лизгинской википедии в 15-16 годах мы проводили на фонд Лес Геловар специальные, такие два конкурса, «Русская зима» и «Дагестанская весна». Это вот именно такой первый грант, полученный непосредственно для Лизгинской википедии. Также я и другие участники, например, Мурат как раз, Шихахмедов и Ильяс Букаров неоднократно принимали участие в вики-конференциях российских. В 2017 году в Дербенте прошел дагестанский вики-семинар, в Рио-Дербент это издание такое. Но при всей этой активности, к сожалению, пока что огромного количества новичков не приходит, но потенциал все равно есть. И вообще в Северно-Кавказской группе мы стараемся проводить какие-то семинары, в частности, например, мы неоднократно приезжали в Грозный, например, вики-семинар в Чеченском госуниверситете мы проводили по поводу выпускников и наставников. Два года подряд мы проводили Северно-Кавказский вики-семинар в Национальной библиотеке Чеченской Республики. И вот в этом году, например, для лакской общественности Наталья Сенаторова провела вики-семинар, рассказала о том, что лакскую википедию в третий раз хотят закрыть. И все-таки мы в этом году сумели как-то немножечко из состояния небытия лакскую википедию воскресить. И постепенно уже начинают лакцы писать статьи в своей википедии. А с 2009 года там было создано что-то типа 19 статей. Но я могу за неделю столько написать в русской википедии. А в этом году уже за один год, по-моему, было создано 9 статей. А то огромный прорыв сразу же. Это остальные разделы на языках Юга России. Мы видим, что, например, Карачаево-Балкарская чуть-чуть поактивнее, чем лакская в последние годы. Но все равно. К сожалению, уже где-то лет 8 у них застой. Кабардино-Черкесская примерно то же самое. Немножечко в этом году чуть-чуть оживились. Лакская википедия – это лучший результат с 2014 года. Надеюсь, до конца года еще несколько статей создадим. Аварская википедия отличается тем, что сейчас там пришел один активный участник, отличается тем, что в нее то приходят участники, становятся администраторами, активно правят там год-два, потом уходят, и у них застой на пару лет. Потом опять новый приходит. И вот сейчас Амар-ФМ, участник Мухаммед, мы его сделали администратором благополучно, и он уже, мне кажется, последние 3 года создает статьи, и у нас есть ее прогресс в этом плане. Калмыцкая википедия 2016 года потеряла двух администраторов последних, и с тех пор там практически идет за слой. Было бы неплохо съездить в Голесту и провести там какой-нибудь семинар. Ингушская википедия, они вообще красавцы, меня очень радует, открылись в 2017 году, и очень такая у них небольшая группка, но сплоченная. Я даже вышел на руководителя ингушских википедистов, пока, к сожалению, они не очень активно общаются, но общаются, так что я думаю, что они более активно вовлекутся в наши, так скажем, дела, и в том числе начнут участвовать во всероссийских викиконкурсах по созданию статей. Просто когда ты создаешь статьи в рамках какого-то конкурса, у тебя сразу же есть какой-то словник, какой-то стимул, да, соревновательный элемент, опять-таки. Адыгейская википедия, мне кажется, преждевременно ее создали, потому что сразу же после создания активность ее сошла практически на нет. И крымско-татарская википедия, она довольно активна, и в этом году даже рекорд установила по количеству созданных статей, но они пока варятся в собственном соку, ну и тем более они все-таки именно юг России, они к Кавказу-то не относятся, и я-то больше сосредоточен по кавказским делам, но если им какая-то помощь потребуется, мы всегда готовы оказать крымско-татарским товарищам ту самую помощь. Ну, в 19-м, 20-м годах я создавал даже такой буклет, в котором в первом буклете отразил историю нашего движения на Северном Кавказе, и в 2020 году второй выпуск о деятельности нашей вновь созданной юзер-группы за отчетный период я, собственно, и рассказал в этом самом буклете. Следующая наша википедия – это европейская часть. Самые тут звезды отличные – это группа вики-медийцев Башкортостана, которые пишут на башкирском языке. В 16-м году была основана первая российская юзер-группа, о которой я говорил, да, неформальное такое движение. Чем отличаются башкирские википедисты? Тем, что у них есть активное сообщество вики-бабушки. Это, как правило, такие учителя русского либо башкирского языков, которые выходят на пенсию и начинают писать на родном башкирском языке статьи. Очень активно они используют инструмент перевода, о котором я тоже немножечко вкратце расскажу. В башкирской википедии здесь тоже представлен график. В последние годы, ну, как видим, где-то на уровне 4 тысяч статей ежегодно они создают, начинаем тоже где-то 4 года подряд, 4-5 лет подряд. Активность у них огромнейшая. Видите, как видите, вот в этой списке даже самых активных участников минимальный тут порог у участницы Танхилыу. У нее 20 тысяч статей, а тут некоторые эти самые разделы, там, скажем, третий участник, у него тысяча правок, да. Поэтому там огромное сообщество. В феврале 2021 года в Башкирском государственном театре оперы и балета состоялось празднование 15-летия юбилея. Это администратор башкирской википедии Рустам Муреев, который и в вики-конференциях принимает участие, и с прошлого года он свой онлайн-курс проводит по тому, как править википедию. Дальше татарская википедия. Здесь звезда у них, это викимедиец года 2018-го во всем мире. То есть Джимми Уэллс, основатель википедии, признал его викимедийцем года, учтя его вклад в развитие вики-движения в России. Причем самое интересное, это мероприятие было в Кейптауне, мы там принимали участие, мы сидим в зале, а нас слушали в России в далекой, да, и перевод синхронный на русский язык как раз сделал Фархад Фадкулин, которого в этот самый момент Джимми Уэллс признал импедийцем года. Ну и это дало, конечно, мощный импульс викидвижению, он стал встречаться с руководством Татарстана, продвигать различные проекты, связанные там, не знаю, с цифровым наполнением, развитием Татар 4.0, запустили молодежный, так скажем, корпус вики-школу Салят, и стали проводить множество семинаров, вот здесь, скажем, викимедийцы Татарстана, с Аментимиром Шаймиевым, с первым президентом Татарстана, вот мы вики-встречу проводили в Казани, то есть в Татарстане большое количество конкурсов, и за каждый конкурс им еще и всякие сертификаты дают, то есть там поставлен на такой поток уже викидвижения, поэтому татары, они стараются не отставать от башкир, хотя сообщество у них немножечко поменьше, чем у башкир. Кстати, башкирские вики-бабушки очень часто приходят, да, 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 Фархад, он мне написал, он сейчас слушает этот доклад, башкирские вики-бабушки, с учетом того, что татарские и башкирские, они родственные языки, они приспосабливаются к графике татарской, к особенностям, и очень часто пишут статьи еще и в татарскую википедию, и некоторые татары тоже приходят в башкирскую википедию и пишут там статьи на башкирском. Вот такая интересная дружба, несмотря на то, что в русской википедии есть даже там такие эти самые разборки, кто татарин, кто башкир, но это другая история. Следующий раздел, это еще один тюркский раздел, чувашская википедия, она, конечно, значительно уступает вот этим вышеобозначенным двум, но она, на удивление, довольно активная. Вот этот Виктор участник, уже 119 тысяч правок. Проблема в том, что чуваши, они не очень сильно участвуют в российских викиконкурсах, они варятся в своем соку. Но статьи там создаются довольно регулярно, если удастся с ними как-то пообщаться, возможно, они и о себе заявят на всероссийском уровне. Как видите, в принципе, в последние годы там на уровне двух тысяч, ну, тысяча-две тысячи статей в год о них создается. Кроме того, в 2009 году в Буэнос-Аресе на Викимане Джимми Уэллс даже упомянул Чувашу как пример региона, где вот больше миллиона жителей говорить на чувашском языке, и как важно развивать именно Википедию на родном языке. Не знаю, почему он именно Чувашию выбрал, но был такой факт. Джимми Уэллс знает о Чувашской Википедии и очень ее любит. Следующие два раздела, их можно даже сказать, это Лугово-Марийская или просто Марийская Википедия и Горно-Марийская. Ну, мы в 2017 году, в том числе я, Фархад, ездили в Йошкар-Алу, и там, собственно, Андрей Чемышев, активист марийского языка, проводил приволжский Вики-семинар. Так что Лугово-Марийская Википедия, она более-менее неплохо развивается, в отличие от Горно-Марийской, где был главный у них активист, это ЦИКМА Валерий Аликов, но он, к сожалению, умер в 2016 году, и обратите внимание на график, абсолютно практически на нулевой уровень все это вышло. Розьянская Википедия, здесь бурный рост пошел, когда в нее пришел Андрей Петров, где-то в середине 2010-х годов, и они стараются абсолютно во всех конкурсах участвовать, и этот активизм пошел на пользу только разделу. Есть Макшанская Википедия, это тоже один из марийских языков, но у них такого активиста, где Макшанская Википедия, а здесь ее нету, это следующий. Сейчас, 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 куда я это делал? Ну, неважно, в Макшанской Википедии, вот она, Макшанская Википедия, здесь только вот в последний год пришли активисты из Розьянской Википедии, немножечко им помогли, но на самом деле там такого развития нет особого. Да, вот Вепская Википедия, о которой говорил, в основном она развивается силами лингвистов, и, причем, довольно неплохо развивается, вепсов всего в мире осталось, по-моему, шесть с половиной тысяч, а говорит на вепском языке три тысячи. И, несмотря на это, у них активность намного выше, чем, скажем, в Аварской, Лизгинской, да, там, где, где миллион носителей, да. Ливвиковская Википедия, ну, здесь такая средняя активность, это следующий график, следующая страничка, здесь у нас Удмуртская, Коми-Зырянская, Коми-Пермятская, самый плохой показатель у Коми-Пермятской Википедии, ну, по крайней мере, в этом году я там провел семинар в Кудымкаре, так что у них, у нас наладились связи с ними, поэтому, надеюсь, удастся поднять эти разделы. И, наконец, языки народов Сибири. Здесь Николай Павлов у нас, главный активист в Саха Википедии, он периодически приезжает в Москву, но вы понимаете, что это далеко, но все равно приезжает, и в том числе на Вики-конференции поступает. Тувинская Википедия в 2013 году открылась, и у них главный активист это Али Кужугет, который в том числе даже и деньгами помогает, спонсирует конкурсы, и поэтому довольно неплохо она развивается, Тувинская Википедия. И, наконец, Бурятская Википедия, участник Эльвон Удиним выступал на Вики-конференции в 2017 году, и в прошлом году я активно помогал «Алтайскому инкубатору». И вот, собственно, три главных активиста Алтайской Википедии. Это Талуш, Бакпай и я. Мы сфотографировались в Москве на Вики-конференции, и вот мы, видите, как видите, в лидерах. Кстати, Талуш получила Вики-премию за создание Алтайской Википедии в этом году. Наконец, в заключении могу сказать, ну, сейчас уже еще три минутки, наверное, осталось, да, что вот эти самые конкурсы являются мощнейшим инструментом для того, чтобы по глоссариям, например, создавать статьи, чтобы у человека не было такого, а что мне писать, я не знаю, что писать. А вот тебе дается конкурс, давайте пишем, например, про футболистов, и он начинает писать про футболистов. Или там про Гавказ давайте пишем. И если, например, у человека сложно что-то там самому писать, то можно переводить. Есть такой специальный инструмент, content translation. Вот я начал, например, вчера переводить на лезгинский язык статью про Белград. Тебе на сегменты, на абзацы разделяется вся статья, и ты их по сегментам-абзацам переводишь. И более того, тут сохраняется даже вот эта самая Вики-разметка, например, есть статья про Сербию, она сразу синеньким отмечается, это гиперссылка на статью про Сербию уже в лезгинской Википедии. Ну, вот с помощью этого content translation можно переводить. Наши башкирские вики-бабушки одни из лидеров в мире по использованию этого инструмента. Можно фотографировать, если ты вообще не хочешь статьи писать, и заливать их на Вики-склад. Вот это, скажем, один из победителей в российской части конкурса Вики любят памятники 2020. Фотография Александра Байдукова, это в Северной Осетии, город мертв, который сфотографировал. Вот это одна из лучших фотографий 2020 года в этом всемирном фотоконкурсе. Если что, можно почитать, что опытные википедисты написали. Вот, например, у меня есть такая книжечка, мы с авторствами, с коллегами ее написали, в Википедии вводный курс. В начале 2020 года выпустили. И вообще в самом заключении я уже последние полтора года пытаюсь создать свой собственный рейтинг разделов российских. И какие я тут внедрил показатели. Видите, здесь вот этим разными цветами отмечены разные конкурсы, в которых разделы поучаствовали. Сколько они там баллов заработали, сколько статей написали. Например, дальше это все суммируется. Дальше я посмотрел, сколько в каждом статье было создано избранных и хороших статей. Какой рейтинг у этого раздела есть в списке тысячи важнейших статей. Вот, собственно, почему я сортировку сделал тогда в самом начале. Это тысяча статей, которые должны быть во всех языковых разделах. И в зависимости от этого рейтинга я и сделал сортировку. И вот это вот самое, все эти показатели суммировал и сделал такой, собственно, рейтинг. Русская, башпирская, татарская и так далее. Если кто плохо участвует в конкурсах, тот, собственно, в этом рейтинге на нижних позициях находится. Ну, это экспериментальный рейтинг, он неофициальный, но, мне кажется, дает какое-то представление о текущей активности каждого конкретного раздела. Ну, в принципе, как раз я успел вовремя. 13.00. И завершаю вот такой вот интересной страничкой. Может быть, кто-то сможет угадать свой язык. Всем спасибо за внимание. Задавайте вопросы. Светлана Ляхова спросила, сколько всего языков народов России представлено в Википедии. Ровно 29 языковых автохтонных разделов. Я вчера насчитал. 29 штук. Еще русская Википедия дополнительно, 30 получается, да? Плюс еще порядка 40. Это сложно считать в инкубаторе Википедии. То есть это в сумме уже 70 штук получается. Причем это довольно неплохо, потому что мы же понимаем, что в мире где-то 6,5-7 тысяч языков, может быть, даже чуть и больше, с наречиями там. А разделов в Википедии чуть больше 300 штук. Некоторые закрылись, как молдавская, например, Википедия. Некоторые закрываются по неактивности. Ну, 308, по-моему, это максимальная сумма, которая есть. Из них 8 неактивных. 7,5 тысяч и 300. А в России, понятное дело, не 7 тысяч языков. В России, ну, сколько там официально? 170, по-моему, языков, да? Из них 70 охвачены Википроектом. Это в цифровом, вернее, как в относительном, ну, вот, если вот так относительно смотреть, то это намного больше языков охвачено российских, чем по всему миру, да, среднестатистически. Вот, и поэтому, и, как я сказал в самом начале, 30 разделов, это одна десятая часть от общего числа всего Википедии. И что касается норм, да, вот в Карель, когда создавали в инкубаторе карельскую Википедию, сразу же возникла такая проблема, а какую норму использовать? Есть северокарейский, собственно, корейский язык, есть людовиковский, и ливиковский, и они одно время даже делали в одной статье такие три вкладочки, вот на одной норме, на второй и на третьей. Но потом они поняли, что так дело дальше не пойдет, и расчленили свою карельскую Википедию на еще два дополнительных раздела, людовиковскую и ливиковскую. И ливиковская оказалась наиболее жизнеспособной в этом плане, и вот они открылись, а собственно карельская Википедия, северные диалекты, она до сих пор в инкубаторе пребывает, поэтому вот такая норма у них не пошла. Есть языки, скажем, татарские, например, у которых есть норма, в основном это кириллическая, но в 90-е годы были попытки делать латиницу, и чуть ли не на официальном уровне это. И одно время участники писали на латинице, кроме того, есть татары, которые живут за рубежом, они используют латиницу как бы на законных основаниях. И, скажем, в Казахстане сейчас переходят на латиницу, или азербайджан, азербайджанский язык. В Азербайджане официальная норма латиница, в Дагестане до сих пор кириллица. И, скажем, там, ну, сербская, но это уже не к России, но сербский язык, да, есть гаевица, есть вуковица, вот, и, скажем, в казахской Википедии есть кнопочка специальная, нажимаешь на нее, и он тебе автоматически переводит из кириллица в латиницу, и, по-моему, там даже арабица есть. Вот. То есть, это вот касательно разных норм одного языка. Но, что самое интересное, есть сербская Википедия, есть хорватская Википедия, есть сербско-хорватская Википедия. Хотели создать черногорскую, но не позволили уже. Так что, так, дальше у нас какие-то есть вопросы? Так, вкладка вопросов, вот как раз на него я и ответил. языков народов России, представленные Википедии. Ну, вот я про это, да, я сказал. Несколько родственных языков, вот, касательно родственных, да, как я сказал, есть у нас республика Мордовия, да, и есть два мордовских языка, по-моему, даже третий какой-то маленький есть, но, неважно. Но есть отдельная арзианская, есть отдельная макшанская, а народ вроде как все-таки считается, что один, да, мордовский народ. Вот. Есть Марийская Википедия, она же Лугово-Марийская, а есть Горно-Марийская, а народ Марийцы все равно, да, но нормы у них разные, и для них создали отдельную, для каждой отдельной нормы, можно сказать, для каждого отдельного языка свою Википедию. Есть две Википедии белорусские, Тарашкевицы и Наркомовка. Вот. Народ белорусский один, говорит вроде на одном языке, но нормы, на котором они пишутся, вот это самое, они разные. Но вот та, которая эта самая Наркомовка, она более такая литературная считается, та, которая Тарашкевица, она более такая, скорее, западенская. Вот. Народ один, нормы две. Так что, такие бывают. Даже более того, есть английская Википедия, а есть Википедия на упрощенном английском языке. Вот. То есть, вообще даже не для народа, а для языка, и для, не знаю, для начинающих носителей языка, может быть, она создана, или для детей, которые только изучают английский язык. Даже такие есть проекты. Есть даже проекты на, скажем, латыни. Ни один человек в мире не обладает латынию в качестве родного языка. Есть даже какая-то церковно-славянская Википедия. Есть. Вот как раз Павел спрашивает. Есть такая, да, церковно-славянская, Old Russian Википедия. Вот. Как сказал, есть активист Вячеслав Иванов, который осетин наш, да, в кавычках это самое, он специалист по эсперанто, и он тоже администратор не только осетинской Википедии, но и Википедии на эсперанто. Так что здесь в данном случае нужно просто показать языковому комитету, что мы заинтересованы в развитии такого языка, что это не какая-то там выдумка типа сибирского языка, как это было в 2000-е годы, пытались создать такую Википедию. И, пожалуйста, вот мы, я уже взаимодействовал с даргинцами, а у даргинцев нет единого литературного даргинца. Он есть, вернее, да, но литературный даргинский язык, он, по-моему, на втором и третьем месте по количеству носителей. Там есть судахарский, например, язык, на котором больше людей говорят, чуть-чуть, но больше. Вот. А кода, ИСО-кода для судахарского языка нет. И нам нужно что делать? Нам нужно сначала добиться от ИСО признания судахарской нормы даргинского языка. Нам нужно создать какой-нибудь словарь, выпустить его, доказать языковому гравитету, что вот, есть судахарский. И только после этого мы можем добиться того, чтобы нам позволили переводить интерфейс на судахарский, а не только на литературный даргинский. И после этого уже можно создавать в инкубаторе проект на судахарском и его развивать. Нужно, чтобы эти три участника носителя судахарского, хотя бы два, да, ну там, активисты еще могут подтянуться, там, в течение полугода, там, не знаю, ну, хотя бы месяца три-четыре активно создавали статьи, постоянно приходили, да, вот, и показали языковому комитету свою заинтересованность. И перевели интерфейс на сто процентов на судахарский. Вот только после этого инкубатор уже можно создавать. Если это все выполнено, и потом придет какой-нибудь профессор из Дагестанского университета и скажет, да, это действительно судахарский, и тут никакое нарушение языковых норм нет, он пришлет письмо в языковой комитет, и только после этого, да, создается египедия. Вот, так что, там это тоже довольно забюрократизировано все это дело. Так, кто-то еще, по-моему, задавал вопрос. Нет. Символов хватает. Проблема в том, тут вопрос по поводу того, что, я же отметил, что есть палочка, например, да, есть в алтайском языке о сумляутом, у сумляутом, ну, с такой черточкой м, ну, как это самое, назальный такой м звук, или там в башкирском языке, такая з с хвостиком, например, или там э, перечеркнутое, знаете, Уфа, город трех, трех таблеток, что ли, по-моему, ну, прилетаешь там, аэропорт Уфа, там, Уфа по-русски, э, ф, это такая, с перечернутой о, здесь ф, с перечернутой вертикальной, опять такая вот, это три таблетки, по-моему, называется. Вот, такие буквы, они давным-давно уже используются, единственная проблема, которую я замечал с русскими, с российскими разделами Википедии, это коми-пермятские, вот, удмуртские языки, у них в установках, неправильный шрифт сделан, фонд Викимедия, и когда мы заходим в некоторые страницы, на некоторых нормально все работает, ну, например, там, во время редактирования, верхней части, вот это вы редактируете статью такого-то, и у них вот эта буковка О с умляутом, она сдвинута немножечко вот так, вот эти сами умляуты сдвинуты, вот это вот единственная проблема, которую я замечал, особенно с О это связано почему-то. А самих символов, вот этого международного, как это называется, да, их хватает, да, все используется, это вот как бы, это уже не 90-е годы, не 2000-е, когда кракозябы появлялись, когда это самое, расширенная кириллица, расширенная латиница, в данном случае, более того, есть, вот насчет отдельной Википедии, не помню, по-моему, в инкубаторе, да, в инкубаторе есть проект Википедии на старом монгольском письме, это вот такое, вот такое, завихрюльки такие, которые пишутся сверху вниз, вот, какие-то там узелковое письмо было, и они действительно как-то умудрились технике сделать так, чтобы участники могли писать на старом монгольском письме, ну, монгольский сейчас современный, он на кириллице функционирует, но даже такие, есть какие-то шрифты, связанные для эскимосских языков, скажем, там, минуитский, да, там, вообще, какие-то треугольные, квадратные, таких даже в латинице, даже близко нет, все равно умудряются это делать, некоторые есть, есть же еще западно-африканский алфавит, он тоже приспособлен для нужды африканских языков, и тоже такие есть разделы, вот, эфиопский, опять-таки, есть же, огромное количество шрифтов и алфавитов есть и в Индии, как вы знаете, чуть ли не там каждый штат свой язык, там, Кирала, Тамилнад, бенгальский и так далее, хинди, опять-таки, да, все же это пишется на своем отдельном алфавите, вот, и Википедия это все учитывает, да, далеко не у всех, может быть, вот, у пользователей русскоязычных, или там, из России, показываются квадратиками, но если шрифт нужно установить, все будет работать. Вопросы закончились, а, хотя, может быть, я еще прокручу, может быть, будет еще, во вкладке вопроса, да, 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 есть еще проблема, единственное, что, очень много людей, я недавно совсем столкнулся, переписывался вконтакте с носителем лесгинского языка, он говорит, да, я готов, это здорово, хочу, ну, вот, увидел, что у нас проблемы с лесгинским языком, скоро 10 лет разделу, а у него, ноутбук все время, дочь занимает это самое, вот она пишет там, я говорю, выгоняйте дочь это самое, пишите статью, да нет, у меня два смартфона, говорю, да это ужасно смартфон, это можно, есть даже версия на смартфоне, техники постоянно пытаются там что-то делать, улучшить для смартфона, я говорю, ну, прогоняйте, пишите на ноутбуке, ну, потому что это самое, отредактировать статью, исправить опечатку, запятую туда-сюда поставить, это хорошо, а вот это самое, создавать с нуля, это очень сложно, ну, был у нас администратор в лесгинской википедии, юзер from DAC, который все статьи писал, со смартфона, он сидит в метро и переводит, допустим, или создает что-то, ну, у него такая активность была, что, ну, очень, очень низкая, но сейчас он уже не администратор, вот, если хочешь активно участвовать в википедии, помогать своему языку, то лучше все-таки это делать с компьютером и с ноутбука. Можете пока это самое, поугадывать, что языки, что за языки, вчера, кстати, аварец добавил, я его просил, свою, так что здесь аварский тоже есть, свою версию фразы,